здравствуйте дорогие друзья вы на канале луди свет очередная сегодня заготовка из томатов и хочу вам сказать что это самый мой любимейший на и любимейший рецепт томатов я его тоже уже давала и опять же скажу что рецепту лет 25 вы наверное скажете что это у нее все-таки старые рецепты да вот потому их и делаю что они очень вкусные и проверены вот такими длинными годами рецепт томата с чесноком называется он без уксуса в этой заготовке нет уксуса и вообще из специй здесь выступает только чеснок то есть вода соль сахар и чеснок и все и естественно раз такие томаты без уксуса самое плохое что надо стерилизовать но ради этой вкусноты я ненавижу стерилизовать но я стерилизую и делаю таких томатов по возможности сколько вот могу баночек закрывая их в литровые банки потому что рецепт вот видите из моей старинной книжки он здесь написан уже неизвестно сколько лет рецепт этот на 4 литровые банки поэтому я и делала 4 баночки сделала потом еще 4 в этом году у меня очень крупные томаты и выбрать средненький тоже большая проблема вот дозревают что-то мелкое вот такое мелко среднее вот я их и использую сейчас прям вот нарвала с теплицы томатиков различные вот самые хорошие это мои малиновые ну вообще великолепный томат уж не один раз говорила усыпано и вот мне кажется форма такая хорошая низ из такие чуть побольше коктейльных что нужно сделать я вот специально прям начала делать и вам показываю ну во первых кастрюля для стерилизации стоит и в ней вода уже греется потому что эти томаты вот сейчас мы заливаем горячим рассолом поэтому и вода в кастрюле должна быть уже такая достаточно ну горячеватая что делаем нарезаем чеснок нарезаем чеснок вот такими какими-то треугольничками вот вот такими какой он не знаешь как взять вот такими потому что мы эти томатики будем накалывать вот здесь плодоножки отверстие 1 2 только что ведь томаты вот только собралась теплицы но лопнут здесь будут лопнутые поэтому я знаю что многие почему-то этого боятся и это совершенно нет вот так вот сюда и в баночку складываем все они лопают хоть ты что хоть зрелый хоть незрелый да ребята еще лайфхак надо было сразу показать я что-то думаю ну забыла что надо показать как быстро очистить чеснок ну то есть чеснок он же пересохший в головках которые мы уже высушили вот он такой чеснок я увидела на одном из каналов честно не помню каком положила в мисочку и залила его в горячей водой 50-55 градусов у меня у чайника есть градусы ну так можно примерно понять залила водой и он постоял минут десять и правда чешуйки все размокли я не говорю что там сами прям чесночины отскочили нет но чистить это просто одно удовольствие потому что вот такой начни сухой чистить руки обдерешь но это вообще трудно он же клейки такой липкий сладкий вот так что такой лайфхак кто-нибудь запомнить попробуйте кому много на чеснока аджики и так далее ну я продолжаю здесь у плодоножки сделаем два отверстия ну что если плодоножку сразу трескает и можно два можно три вот сколько хотите вот сюда вот так можно вот здесь еще сделать какой-нибудь запихать аромат чеснока кто любит в это в этой консервации но великолепный все вот так складываем в баночке одновременно у меня стоит кастрюля для рассола и пока она там закипает как раз я сейчас и нашпигую вот этим томатики чесноком кто-то еще делает так шпигованные smart морковка и чеснок я знаю что так делают у меня просто чеснок еще в эту банку можно чеснок и вот так побросать вот несколько зубчиков но в принципе кто любит хоть сколько что хорошо в этой заготовке в этой заготовке съедается томаты съедается этот чеснок и выпивается весь рассол здесь остается чистенькая баночка рассоле нет уксуса он очень сладкий чесночный ну в общем честно агитируете агитирую попробуйте но я знаю что уже многие пробовали вкуснейшие томаты и мало ли кому нельзя уксус кто не любит заготовки с уксусом прекрасно едят эти томаты на уране уходит вот я еще конечно же поделаю таких вот два моих любимых рецепта сладкие томаты но в под разными там соусами морковной ботвой с чесноком и вот такие это супер ну в общем я все это сейчас как закипит у меня я включусь пока фарширую ну и так дорогие друзья баночки всех нашпиговала чеснока туда вот прямо несколько несколько зубчиков каждую баночку положила здесь уже кипела вода кладу стакан сахара 4 чайные ложки соли ложки обычные вот такие его делала без всякой горочки такие полные ложки 4 чайные ложки все теперь размешаем этот кипящий это я просто убавил он кипел для того чтобы растворилась соль и растворился сахар и вот этим вот кипящим сейчас все прибавлю будем заливать баночки заливая тут важно понимать что иногда этот рассол остается потому что ну какие томаты если томаты очень крупные то конечно больше уйдет если томаты меленькие то может быть и 8 стаканов будет достаточно но соль сахар не меняем 8 8 с половиной все кладем как написано в рецепте поэтому потому что я пробовала по разному получается и так и так и все равно вкусно поэтому у меня даже в книжке у себя то 8 стаканов то 8 с половиной стаканов вот примерно как то так не буду доливать до конца чтобы мне баночки поставить кастрюле горячая уже вода как я говорила лежит тряпочка сейчас опять остался рассол теперь беру и кладу туда в горячую воду на тряпочку 4 баночки водички надо убавить я думаю вам видно у меня влезли 4 баночки и вот теперь сейчас я долью рассол ну вот я думаю видно все баночки встали вот теперь я долью рассол сюда каждую баночку осталось значит можно 8 стаканов вот тут сколько то осталось у меня теперь прикрываю крышками и как только закипит вода вот здесь в кастрюле увеличить надо нагрев сейчас где-нибудь нагрев тоже не ставим сумасшедшая горячий вот семерочка восьмерочка как только закипит вода 10 минут 10 минут и все томатики будут готовы ну в общем стерилизуем вот дорогие друзья прошло 10 минут вот так там кипит вода и если открыть крышку то видно как в баночке видите идут пузырики буль-буль все готово аккуратненько вынимаем и закатываем баночки ну вот дорогие друзья вот такая красота мне получилось 4 баночки ну и вкуснейших томатов это я вам гарантирую точно немножко мутнеет рассол обратите внимание ничего страшного он потом отстоится это чеснок еще так действует ну и естественно томатики полопались еще раз вам говорю меня это не напрягает не пугает наоборот хорошо кожица отходит и кушаешь вот эти томаты они получаются как вот по вкусу по своему по сладости как натуральные томаты только что не такие жесткие как мы покупаем зимой так что агитирую вас обязательно сделать такую заготовку спасибо всем за внимание томаты еще наверно будет пару рецептов аджика еще нужно сделать лечо ну и так далее в общем рецепты еще будут не забывайте подписываться чтобы не пропустить что-то интересное и не порадовать себя вкуснятины зиму ставить свое отношение к каналу каким-то образом вверх пальчик или вниз как уж вам нравится всего всем доброго и самое главное будьте здоровы не болейте